Разводы, мошенничество и коррупция. Не прошло и года, как многодетным матерям в Казахстане начали выдавать адресную социальную помощь. Как это благое дело успело не раз обернуться скандалом? На днях Национальное бюро по противодействию коррупции рассказали о том, как задержали двух сотрудников Шимкенского центра занятости. Чиновники пытались навариться на выдаче детских пособий и не удержались от получения взятки. Антикоррупционной службой по городу Шимкент установлены факты получения денег служащими центра занятости от граждан, которым полагалась адресная социальная помощь. Руководители отдела и специалист получили, соответственно, 375 тысяч и 45 тысяч тенге за то, чтобы ускорить и оформить выдачу этой социальной помощи. Они были задержаны с поличным. Сейчас расследование продолжается. Свою вину подозреваемые полностью признают. Окончательное итоговое решение в отношении них будет дано судом. Другие сведения мы не можем разглашать в интересах следствия. Адресная социальная помощь, бесспорно, одна из самых необходимых мер для поддержки нуждающихся казахстанцев. Однако, как обычно это бывает в нашей стране, у отличной инициативы плохое исполнение. За прошедшие 4 месяца выяснилось, что получить заманчивую 21 тысячу тенге спешат не только малоимущие, но и вполне себе состоятельные казахстанцы. Имея шикарные коттеджи и элитные автомобили, эти люди бессовестным образом получают детские пособия. Где-то около 2000 фактов в разных областях. Повальная проверка идет, поэтому могут появляться новые факты. Конечно, некоторые добровольно возвращают те средства, когда мы показываем нарушение законодательства. Но не все возвращают. Таких мы передаем в правоохранительные органы. Органы дальше работают, могут в суд подать. В судебном порядке будут взыскиваться. Мы видим, есть факты фальсификации, незаконные назначения. К сожалению, когда в стране что-то хорошее принимается, тут же появляются люди, которые хотят на этом заработать. Тоже получить выплаты, хорошие выплаты. 105 тысяч тенге на семью. Поэтому на всякие меры идут. Где-то там разводы у нас идут фиктивные и так далее. Акимат Алматы также показал дома некоторых людей, которые получают адресную социальную помощь, как нуждающиеся. Люди жили в трехэтажных домах и имели дорогостоящие внедорожники. Принимаем заявление от граждан на получение адресной социальной помощи. Там устанавливаются члены семьи, в каком они положении. Ну, мы принимаем документы, в базу занесем, ехалок. Потом отправляем документы, все документы в Акиматы. Участковые комиссии, которые созданы на каждом районном Акимате, они выходят в течение недели-двух, выходят именно непосредственно по месту жительства заявителя. Участковые комиссии идут к ним домой и определяются именно черта бедности, да, как они живут, что есть дома, например, даже недвижимость, движимость, да, все считается. Они, участковые комиссии нам выдают акты. Акты об отказе, либо об утверждении адресной социальной помощи накаживать человека ниже бедности 20 789 тенге. Определяются акты, нам обратно выдаются акты, с Акимата приходит, мы делаем назначение, назначение это выплата. Новость о спекуляциях вокруг адресной социальной помощи дошла в свое время и до президента Касыма Жомарта Токаева. Глава государства был возмущен тем, что женщины начали разводиться с мужьями, чтобы получить статус матерей-одиночек и соответствовать условиям для получения адресной социальной помощи. Таких примеров больше всего было зафиксировано в Шемкенте. Участились случаи разводов многодетных родителей с целью получения АСП. Правительству поручено ускорить внедрение цифровизации для прекращения мошенничества. АСП это пособие государства именно нуждающимся. Сейчас по всему Казахстану уже выявлено более двух тысяч случаев нарушения закона в сфере выплат адресной социальной помощи. Тарас Луценко, Ерлан Бексаидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.